Сейчас у нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Натальи. Это мужчина. Очень необычно находиться в определенном месте и общаться с своим подопечным с помощью такого интересного передачи информации. Да, мне приятно находиться здесь, и я приветствую всех. Приветствуем вас. Как нам обращаться к вам? Вы можете звать меня Корди. Корди. Корди, вы куратор, Наталья? Я куратор. Отлично. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной. Все, что было, удалили. Приоткрыли тайну из прошлой жизни. Надеюсь, ей после этого теперь будет легче. Возможно, даже от вас получали информацию. Сейчас у нас 10 вопросов, которые Наталья хотела бы вам задать. Будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы? Да, я отвечу на вопросы для развития и понимания твоего места пребывания и дальнейшего проживания на планете Земля. Благодарю вас. Начиная с первого вопроса. Где родилась моя душа? Мне нравится этот вопрос. Это задевает мои вибрации. Ты солнечная душа. Твои энергии наполнены яркостью Солнца и теплом. Мы приветствуем представителя звезды Солнца в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю за эту встречу. Солнце волнуется. И наши энергии иногда могут выплескиваться. Но я контролирую свои энергии. Я перехожу к следующему интересному вопросу. На каком уровне находится мое Высшее Я? Высшее Я. 11 уровень. Третий вопрос. Как я могу связываться с моим Высшим Я? В медитации и запросах. Но нужно понимать, что ты знаешь свое Высшее Я, его имя и энергии, с которыми ты соединяешься определенным каналом. Это телепатическая связь. Поэтому будет проще, если ты сперва познакомишься и соединишься с вас, своим Высшим Я. Связь же телепатическая, как и со мной. Если знаешь правильные практики и успокоение мозга, связь проста. Также должна быть определенная цель связи с Высшим Я. Высшее Я и Ты. Это в принципе одно и то же. Все знания и энергии тебе даны. Поэтому для прохождения жизни на планете Земля ты имеешь все. Чтобы связываться со своим Высшим Я, должна быть определенная причина и цель. Высшее Я имеет свои задачи и проходит определенный отрезок жизни отдельно от тебя. Именно поэтому цель и причина должны быть обозначены. Намерение должно быть озвучено. Именно намерением соединяется телепатический канал. Благодарю. Благодарю Вас, уважаемый Корди. Перехожу к следующему вопросу. Четвертый. Какие мои задачи на это воплощение? Прекрасный вопрос. Солнечная душа может сделать очень многое. Солнечная душа несет солнечные энергии тепла, как я уже сказал, и света. Поэтому задача солнечной души правильно научиться распределять свои энергии, чтобы они не погасли, не стали холодными, и чтобы они не сжигали и не обжигали тех, кто рядом. Задача души — захоронить внутренний баланс. Потому что энергии идут именно из ядра Солнца. Именно ядро должно быть чистым и распылять эти энергии. Все, что ты делаешь, ты делала интуитивно. Теперь же знаю, с твоей собственной энергией добавь их к своей интуиции. Твоя жизнь осветится твоими лучами. Теперь ты делать будешь это сознательно и разумно. Твоя интуиция будет развиваться дальше. Благодарю. Благодарю вас. Пятый вопрос. Сколько темной энергии я набрала? Скажем, негативной энергии. Твоя негативная энергия набирается внутри тебя. Все, что тебе нужно делать, сбрасывать ее. Негативная энергия, набранная от негативных поступков, составляет 17%. Негативная энергия также может уменьшаться, если эти проступки привели к осознанию и к пониманию причин. Это и есть рост. Поэтому без негативных поступков мы не можем делать позитивные и давать обратную связь, то есть делиться правильной энергией, сжигая негатив. Именно поэтому негативные поступки необходимы. В большинстве случаев негативные поступки происходят во время взросления до определенного возраста. С возрастом 17-18 лет приходит понимание у кого-то раньше, у кого-то позже. Негативные поступки, которые мы делаем с рождения до этого возраста, идут по незнанию, также по причине того, что люди вокруг нас учат и делают сами такие негативные поступки. С возрастом душа понимает, что можно было сделать по-другому. И это неправильно. Если на тот момент детства душа сопротивлялась или соглашалась, не понимая, то в определенном возрасте проходит рост, переоценка ценностей, переоценка поступков. Именно на этих поступках происходит щелчок и дальнейший рост. Человек исправляется и учит других делать правильные поступки. Это то, что я имел в виду. Про негативные поступки полезны. Дальше, когда душа осознает делать негативные поступки, не приведет к накоплению негатива. Это приведет к накоплению определенных кармических узлов, которые придется прорабатывать в будущем. Благодарю. Благодарю вас за эту развернутую информацию. Перехожу к следующему вопросу. Мы знаем, вы куратор на эту жизнь. Мы сегодня соприкоснулись с прошлой жизнью. Как раз с этим связан шестой ее вопрос. Кем я была в предыдущем моем воплощении? Я полагаю, на Земле. А раз уж мы затронули тему энергетического влияния, давайте закончим это прекрасное воплощение на Земле. Это была территория Соединенных Штатов Америки. И я думаю, ты прекрасно понимаешь, каким путем тебе доставались деньги. После этого ты проработала три года в качестве доступной женщины. Дальше тебе все это опротивило. Ты собрала чемодан и переехала в другой штат. Насколько это было возможно. Там ты открыла небольшую школу для детей, для девочек. В основном для бедных детей. Ты разрешала приходить всех в эту школу. Дети, которые были из бедных семей, боялись подходить. Но ты приводила их, кормила. Давала чистые одежды. Ты помогала расти этим детям. И показывать правильный путь. Направляла на какие-то обучения, чтобы дети могли получить профессию. Обучала сама тому, что знала. Нанимала этих детей, когда они вырастали. В качестве секретарей администратором фаваров. Давала им лучшую жизнь. Своих детей у тебя не было в этом воплощении. Я закончил. Я благодарю вас. Я заслушался, уважаемый Корди. Потому что я сейчас целый фильм просмотрел. Я все это видел, о чем вы говорите. Я понимаю даже несказанное. Благодарю вас. Надеюсь, это поймет и Наталья. Идем дальше. Седьмой вопрос. Как я могу помочь своему роду? Пониманием и принятием того, что ты услышала. Тебе нужно взять на себя ответственность и перестать приносить себя в жертву. Просто жить с радостью и дарить эти энергии солнца. Не дарить, а нести их. И нести правильно. Тот, кто хочет тепла, будет всегда рядом с тобой. Именно так ты сможешь своим примером и своей жизнью переправить или улучшить, или осветить дорогу твоему роду, своему будущему. Я говорю сейчас про твоих детей. Благодарю. Благодарю. Я вас, уважаемый Корди. Мне кажется, вы сейчас ответили уже на следующий вопрос. Восьмой. Как я могу помочь в духовном развитии своим детям? Чтобы помочь в духовном развитии детям, с детьми нужно говорить о духовном. Объяснять и рассказывать. Приводить примеры. Примеры разумного действия и действия по душе. Объяснять свои поступки, сделанные по душе, а не из-за корысти. Дети должны видеть разницу. Чувствовать тепло. Видеть истинную правду в поступках, а не в словах. То есть своим примером. Это не только пример в физическом теле, но и слова. Духовное развитие. Обязательно говорить детям, приводя примеры. Это было разумно, а это было духовно. В целом же баланс приведет к правильной жизни, правильной и здоровой. Будет не только развиваться мышцы или не только развиваться душа, принося себя в жертву. Будет целое, сгармонизированное духовное развитие. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Могу ли я учиться работать на тонком плане, учиться гипнозу? Надеюсь, я не могу тебе ответить на этот вопрос. Так как это выбор твоей души, это твой личный выбор. И душа всегда знает, что ей нужно. Если я отвечу, в общем, ты можешь делать любой выбор. Любой выбор, который тебе интересен, ты можешь учиться всему, чему тебе интересно. Это может быть музыка, рисование, духовные практики или еще что-то. И я не могу тебе говорить, что нужно выбрать. Дать такой ответ будет неправильно со стороны куратора. Твоя душа всегда отвечает и показывает правильный путь. Раз ты задаешь этот вопрос, значит твоя душа не ответила. И ее нужно услышать, чтобы получить любой ответ на вопросы. Типа примерно такого вопроса, который был задан. Здесь нужно понимать, что не всегда куратор отвечает на такие вопросы. Первое, что вы должны сделать, это спросить у своей души. Раз пришла такая мысль, значит было какое-то желание в развитии. Раз душа не знает ответ, значит или ее не спросили, или это не то, чем душа хотела бы заниматься. Может быть она не готова, а может быть ее просто не услышали. Это не вопрос, на который бы я мог ответить. Я уже сказал, в общем, это твое право заниматься чем угодно в плане своего развития. Но конкретный вопрос может тебе ответить только твоя душа. Благодарю вас за этот замечательный ответ, уважаемый куратор Корди. Мы часто слышим такие вопросы, когда подопечные хотят получить точные указания, инструкции. Я не принимаю решения. Я понимаю, я только хотел сказать, что куратор не будет принимать решения за своих подопечных, иначе какой же опыт мы получим на земле, для которого мы сюда и пришли. Если ты будешь все знать. А второй пункт, о котором вы сказали, это очень важно, это согласие, согласовывать любые решения со своей душой. Для этого сначала надо, возможно, научиться общаться со своей душой, получать ответы. Душа всегда отвечает на любой запрос, если он искренний, и это чувство мы очень отлично умеем на земле игнорировать. Мы его чувствуем, но все равно делаем неправильно. Я абсолютно все понимаю, я надеюсь, и Наталья поняла ответ на этот ваш вопрос, почему вы именно так ответили. Благодарю вас еще раз. Когда душа хочет, она кричит. Вот да, этот крик. И ты не будешь спрашивать такие вопросы, ты просто это знаешь. Именно поэтому нужно спросить о душе, или душа не готова, или ее не спросили, или есть страх неправильного поступка и тревога, которая не должна быть, зная своей энергией и понимая себя. Благодарю. Благодарю. Я вас очень полезный ответ. Последний вопрос, десятый. Какой совет, какое напутствие мне может дать мой куратор? Прекрасный вопрос. Я бы хотел показать тебе твою истинную внутреннюю силу, твое ядро. Как солнечное ядро мы имеем внутреннее ядро души, от которого отходит этот яркий солнечный свет. Я бы хотел побольше рассказать о солнечных энергиях. Ты можешь тушить их, тушить и чувствовать постоянную вину и тревогу. Или же можешь дать свет этим энергиям, наслаждаясь сама и давая это тепло тем, кто рядом. Научись чувствовать эти энергии. Я не думаю, что нужно объяснять, какого они цвета. Лучи могут исходить настолько далеко, насколько ты захочешь. Согревай своим теплом не из-за тревоги и страха или жертвоприношения. Согревай своим теплом из-за того, что ты можешь. Ты как маленькое солнце несешь свои энергии. Это твоя задача обогревать себя и всех вокруг тебя. Не забывай, что всплески твоих энергий могут отразиться на тех, кто рядом с тобой. Береги свои энергии и старайся быть в гармонии, чтобы тебе и окружающим было тепло и спокойно. Гордись своими энергиями. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый куратор Корди, за этот замечательный ответ. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, наполненной энергией солнца, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Корди, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его ответы своей подопечной, просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. О да, я с удовольствием приму этот подарок, потому что здесь не обошлось без энергии солнца. И я чувствую это тепло и спелость. Благодарю вас за эту великолепную встречу. В этом приятном кругу и атмосфере. Благодарим и мы вас, уважаемый куратор Корди. Передавайте, пожалуйста, привет от нас с Верой, замечательной звезде Солнцу. Мы были бы рады всем кураторам, которые, как и вы, достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды, которые им мешают развиваться, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут сами. Я лишь хочу добавить от себя, что моим энергиям солнца было тепло в этой прекрасной комнате диагностики. Благодарю вас за эту атмосферу. Благодарим и мы вас, мы очень рады. Мы не прощаемся, возможно, на следующем этапе, если когда-нибудь Наталья созреет до встречи со своим Высшим Я осознанно. В этом случае мы всегда приглашаем куратора и поднимаемся вместе с ним на уровень Высшего Я. А сейчас я говорю, до скорых встреч, всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Наталья, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. У меня пока просто нет слов. Я наслаждаюсь этими внутренними энергиями и хочу побыть в тишине. Отлично. Продолжение следует...